Периодически вот сейчас отзванивается, отписывается, присылает. Я не могу разместить такие фотографии с айфона просто в презентацию. У нее все прилично, она очень довольна. Она сказала, что у нее мгновенно после операции прошли все болевые ощущения от температурных раздражителей. Она счастлива, она может есть свои фрукты, овощи, пить воду из холодильника, и у нее все замечательно. Я, конечно, ей сказала, что когда вы вернетесь в Россию, надо поискать доктора-ортопеда, который нам сделает адекватные конструкции. Потому что, конечно, все равно эта вся ортопедия, она потом аукнется не самым хорошим качеством. Там поприкусы просто очень большие нарушения. Мы с ней решили, что мы будем потом оперировать вот эту еще зону. Там, видите, да, витки имплантатов в первом секторе, на них уже не было сил и времени. Да. Посмотреть, что она привезет по КТ, там очень неплохо. Там вот конкретно только абатмент. Можно не применять трансплантат, а можно спокойно обойтись твердым с головой оболочкой. То есть, у нее витки сами имплантаты, они погружены в кость по КТ. Но я открою, и будет стопроцентно понятно, что мы увидим. Потому что томография – это такой себе момент. Ну, вот у меня бывает иногда, особенно, что касается верхней челюсти, такие сюрпризные истории. Как в положительную сторону, так и в отрицательную. Всегда, всегда одинаково, все обрабатывается одинаково. Тоннелирование. Почему? Нет. Обычное. Обычное. Тогда мы увезти в пластику. Если вы можете, вот вы должны оценить, вы должны натянуть губу, посмотреть, как у вас тяжи, какая шумизация, вы должны оценить. Сможете вы мобилизовать эту плоску? Делайте тоннель. Не сможете, делайте вести булопластику. Мобилизацию надо делать лучше просто тогда. Но если прям такая, как там критичная история, делайте просто вести булопластику открытым методом с трансплантатом, вы также рецессию закроете. И более даже надежно, я бы сказала, в таких случаях, когда вас смущает, да, если вот такая глубина преддверия, я бы не стала, зачем эти риски, это все отскочит просто у вас. Круговая мышца рта, дело такое достаточно опасное. И пациенты наши, я вам еще раз повторяю, то, что я сказала утром, они ничего не совершают, абсолютно не собираются себя как-то ограничивать в своих возможностях. Они живут так, как им нравится. Нужно мышку придерживать, как в патронах. Да. Прощевидная порядка. Трансплантат. Вот он зафиксирован, да, видите, как растянут прямо на этих швах. Ксения, а можно нам какой-то приток воздуха? Спасибо. Это зависит от клинических слоев. В моем случае тоннель был более надежный, потому что трансплантат в данном случае будет находиться, у него будет питание и от принимающего ложа, и от лоскута, в который он помещен, да, от расщепленного, тоннелированного. А если у вас вот такое, как вы сказали, такое преддверие, да, то надежнее делать, тогда вести было пластика. Потому что если здесь будут тянуть тяжи, то трансплантат будет нарушено питание от лоскута. А вот мужчина, которого показывают, где много делают спортсмена, вот как принять какие-то способы? Да, вот это самое сложное, наверное, не понимаете, какой будет способы. Ну вот табличка есть для этого, да? Спортсмен, который нетипичный для вас был, там тоже можно было тоннельным уже методом делать или нет? Там нет, а как вы там тоннель не сделаете? Там рецессия 6 мм на клубе. Получается, тоннельный метод там где меньше рецессия? Глубина рецессии, конечно, связана, да. Все-таки тоннельный метод, он не подразумевает очень большое корональное смещение. Вы можете в нем сместить, но это буквально 3-4 мм. Но не такие глубокие рецессии, как у того пациента. У него четкое показание на ротированный лоскут, там не обсуждаемо. У него конкретный классический вариант. Можно вопрос? Конечно. Вопрос по уздечке нижней губы. То есть вот если мы идем, вот достаточно частое обращение пациентов, особенно молодых после ортодонтия. Молодые я имею в виду 20 или 25. Центральные нижние резцы, мелкое преддверие, уздечка, ярко выраженная уздечка. Ну да, мы можем говорить о том, что там ортодон допустил какие-то ошибки в планировании, не отправил там на коррекцию этой уздечки. Вот если у нас приходит пациент с похожей ситуацией и уздечка, когда мы ее... Одномерно сразу, вы же внутренним разрезом, когда тоннолируете, вы же будете мобилизовать этот лоскут, и вы ее прямо изнутри всю рассепарируете. И на верхней челюсти так же. Спасибо. То есть, наверное, рассепарируете, и тогда снаружи ничего не надо? Вот снаружи, да. Нет, вы рубцы получите, вам потом там работать сложно будет в рецессии. Нет, это все это моментно делается. И лучше всего, конечно, внутренним доступом у вас, получается, сверху будет все гладко. Давайте вернемся, посмотрим, что тут с уздечкой у меня. А, нет, стоп, это я. Да, посмотрите, вот видите, у нее же тоже здесь уздечка. Да? Вот просто, да, она в момент расщепления тоннеля, она вся рассепарировалась, и вот ее нету. В результате. А если мы не свечем пуздечку сначала, да, ждем все заживления, и потом пойдем на закрытие рецессии рубцовой ткани, соответственно, мы не сможем, да, нормально... Ну, вы сможете, но зачем, это очень трудоемко. Потом работать в рубцах очень тяжело. Я иногда, ну, приходится, у меня тут была такая работа. Ой, я оперировала девушку, которой делали пять лет назад вести булопластику от 36 до 46 зуба. Я не знаю, насколько она возымела эффект у нее, вот, по-моему, не очень как-то все... Но работать ужасно тяжело, потому что вот этот круговой рубец, он настолько все держит, тянет, и на нижней челюсти опять это круговая мышца рта, то есть очень сложно. Потому что когда вы можете не создавать в себе трудности, их достаточно и так будет лучше. Внутренний доступ, на верхней челюсти, вот когда мы заклеили, да, делали сейчас ротированный лоскут, то же самое, чтобы вас не тянуло, ее изнутри все рассекли до полного ощущения мягкости. Мы завтра будем на биологических моделях работать, там на челюстях есть места такие, которых вот прямо хорошо тянет, как вот у человека, вот это вот ощущение можно поймать, когда она освобождается, этот лоскут. Мы вот поделаем, посмотрим, да, чтобы у вас вот это в руке прямо появилось в пинцете, это ощущение. А кюреты для туннельной пластики, какой-то набор нужен? Туннельный аспатер называется, он бывает прямой и угловой. В флагове есть вот прям набор, продается разный кюреты. Не покупайте его. Нет, это необязательно, Дмитрий, этот набор, в разности. Вообще абсолютно не того качества, который нужен. Купите себе один распатер, один тоннельный распатер кюреты, и этого достаточно, поверьте мне. Вот этот вот набор, который продается. Туннельный распатер угловой, кюреты фирма. Лучше угловой? А он удобнее, чем кюреты. Кюреты, я вам напишу. А размер? А он не хватит. Он наденен. У нас полнословый мозг, да? Сиплённый. Сиплённый. То есть мы подшлить, что надо отходить, но сиплённый. Можно. Так она прошивается же крестообразным швом здесь обязательно. Все, вернусь. Вот смотрите, подождите, сейчас. Вот, смотрите. Это крестообразный, горизонтальный. Я ему тоже делаю, да. Да, 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 да. Это крестообразный. Он как полосочка. Он же просто, ну, собирается как бы вместе. А я вам всё время говорю, не надо ногами опираться в лоскут. Нет, вот я и говорю, что его надо вообще вот придержать. Да. Надо попросить ассистента лоскут немножко, чтобы вот подрасправил. Потому что тут не получается, ты тут завязываешь, и он у тебя действительно как сборка такая получается, как валан, да. И надо немножко его под... Я иногда просто не сильно утягиваю, отрезаю уже когда нитку, и потом сама тампончиком распределяю. Да, обязательно. Это тоже субкристальный шов. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок